Едешь ты на круизе и задолбала тебя функция удержания в полосе. Пищит, предупреждает многим оно. Особенно, когда извилистая дорога не нравится. Или не нужно просто тебе. Выключить ее, не обязательно заходить в меню. Рычаг управления круиз-контролем на себя. Один раз. Все, пропадает. Эта функция отключается. Не нужно заходить в меню, вот как мне некоторые. Неудобно на ходу искать. Рычаг опять на себя один раз. Функция появляется один раз вверх. И скорость сохраняется. То есть восстанавливается та, которую ты выбрал. Все, автомобиль двигается. В реальности функция подруливания работает офигенно. Твоё, что главное держаться за руль. Управлять даже не обязательно. Держаться за руль, чтобы система видела, что ты держишься за руль, не пустил руля. Если пустил руля, то будет предупреждение пищать. И через несколько секунд автомобиль будет останавливаться. То есть он не бросает управление. Вот сейчас мы едем. Я просто держусь за руль. А автомобиль сам плавно входит в поворот, подруливая. Нету такого, что бегает от полосы к полосе. Отлично именно держит центр. По рулю практически не чувствуешь в таких вот моментах, что он рулит. Вот как-то плавно всё это происходит. Просто классно. Вот, я сейчас просто держусь за руль. Автомобиль сам держит центр полосы. Ну и соответственно, все эти моменты по приближающимся автомобилю. Торможение автоматически. Автоматический набор заданной скорости. Когда впереди нету автомобиля. Всё это работает. И очень классно это работает в хавалах. 21-го года автомобиль. А это уже есть. И работает очень классно.